Цепёк в очередной раз показал, что он любит александрийцев дурить. Мол, мне сказали, всё будет нормально. Хрен! Зачем он тогда протирает свои, просиживает штаны? Туалет на базаре! Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это моё личное мнение. Считайте это дисклеймером. И на этой неделе. Хочешь стать главой Кировоградщины? Заплати! Виктор Голобородьков вскрыл махинации Цепюка. В Александрийской городской больнице умерла пациентка от коронавируса. Золотая жила на улице Черновола в Кропивницком. И как назвать бывшую площадь дружбы народов? Кто это такой? Этот человек, которого назвали новым главой Кировоградской областной государственной администрации. По официальной информации, это Мищенко Валерий Петрович, 1967 года рождения. Что это значит? Почему ты назвал это имя? В политике я до этого его не видел. По информации, он занимается агробизнесом в Устиновке. На заседании Кабмина, где его назначали, чётко ответил. Предложили. Пошёл. Но вот ответ по поводу того, что, мол, у Мищенко конфликт интересов, разве у него бизнес в области, который он должен, между прочим, руководить, меня насторожил. Мол, мне сказали, всё будет нормально. Ну и это стало уже мемом. Геолерас, депутат от Слуги народа, чётко называет такое утверждение на пост этого Мищенко продажей поста чиновника. И всех членов Кабминета Министров это устроило. Всех устроил этот ответ. Всех устроил. Да нормально. Вот представьте себе, Кировоградская область, это очень... Александр, там худше не в том. А худше в том, что его спросили, какую вы стратегию развития Кировоградской области видите. Единственное, что он сказал, ну там потоки прекратить, ну чтоб коррупции не было. Да ты губернатором собираешься, ты должен быть стратегом, ты должен быть топ-менеджером. У меня возникает теперь вопрос, сколько он заплатил денег за то, чтобы стать губернатором Кировоградской области. Это единственный вопрос. Ну расширит, я думаю, свой аграрный бизнес, он расширит существенно за короткий срок. Я думаю, для этого он идет туда, не подымать же Кировоградщину. Если это правда, то это очередной позорняк. Кировоградской областью торгуют как, ну не буду вспоминать хреновую шутку нынешнего президента из его прошлой жизни. Это просто кино какое-то. Александрийцы поймали цепюка на политических махинациях. Кино от мэра типа бесплатное, но оно нифига не бесплатное. А стоит примерно четверть миллиона гривен самим Александрийцам. Так пишет Александрийский журналист Виктор Голоборочка. Ну а то, что во время кино раздают предвыборную агитацию цепюка, ну это вообще наглость. Цепюк в очередной раз показал, что он любит Александрийцев дурить. Не щиплет глазки. Так вот, на чем акцентирует внимание Голоборочка. Во-первых, кто платит за электроэнергию бесплатного кино от пока еще мэра? Понятное дело, Александрийцы. Кто платит за аренду аппаратуры? Ну, понятное дело, Александрийцы. Кто платит за прокатное свидетельство мультфильмов и фильмов, то есть за авторские права? Александрийцы. Мало того, фильмы, оказывается, покупаются у фирм, владельцы которых связаны с россиянами или жителями оккупированной части Украины. На фильмы тратится то три тысячи, то две тысячи, то опять три тысячи. И да, все это ваши деньги, Александрийцы. Как и за ваши деньги местная власть накупила на это мероприятие всяких там стульев и всяких специальных товаров, труб, искусственной травы, ну и так далее, чтобы смонтировать то, что называют цепюковцы, бесплатным кино. Так вот, Александрийцы, еще раз, это нифига не бесплатное кино. Это кино за ваш счет, которое присвоил себе цепюк. Со стороны выглядит обыкновенным жулобством. Является ли это все коррупцией? Ну, конечно, является. Кстати, цепюку в интернете начинают припоминать его обещания, которые так и остались обещаниями на протяжении 20 лет его правления. Еще год назад видео разрушенных Александрийских заводов опубликовал пользователь Сергей Григорьев как ответ на обещание цепюка в 1998 году, мол, заводы будут работать. Хрен. Нет, не работают. Обещание цепюк не выполнил. А если не выполняет обещание, то этот чиновник должен уйти. Зачем он тогда протирает свои, просиживает штаны? Я не знаю. На этой неделе не очень приятные новости о коронавирусе в нашей области и в Украине. То, что количество зараженных выросло до полутора тысяч людей за день в Украине, это плохо. Пандемия никуда не отступила и на Кировоградщине меня настораживает уровень летальности, вернее количество смертей. Так за два дня умерло три человека от коронавируса. Вот в Александрии, например, в центральной городской больнице погибла женщина из Григоровки, Светловодского района. Ей было 67 лет. Берегите себя, сохраняйте дистанцию, мойте руки, носите маски в местах скопления людей. Коронавирус это серьезно. И мои соболезнования родственникам погибших на день записи блога в области официально подтвержденных 39 жертв. В Кропивницком юбилей. Праздничную дату празднуют все, кто год из года раскапывает улицу Черновола в Кропивницком. На этой неделе ее разрыли в 30 раз за два года. Руйнувание на маестральном трубопроводе диаметром 377 мм. Для того, чтобы ликвидировать это руйнувание, нужно раскопать тепловую мережу, раскрыть лотки перекрытия, вычистить, демонтировать трубопровод, смонтировать, накрыть, засыпать. Это золотая жила для тех, кто поставляет асфальт, потому что он там постоянно нужен. Почему разрывают? Потому что там постоянно аварии. То там в теплокоммуникациях, то водоканал. Вона никогда не ремонтировалась капитально. Уже ни один мер у нас пройшов. Всі добре, добре, добре і до сих пор добре. І так ми стоїмо на одному місці. І будуть завтра ложити асфальт, а послезавтра ми його будем пахати. Мережі на цій вулиці перед поточним ремонтом у 2018-му перевіряли, каже керівниця управління житлово-комунального господарства. Мережі показали себе, що вони можуть витримати, і ще працюють деякий час. Тому було прийнято рішення виконати поточний ремонт. Тому що це вулиця в нас є, ну як би центральна, і хотілося б, щоб в місті були все ж таки гарні дороги. І щоб замінити труби, що логично, в принципі, потрібно 10 мільйонів гривень за один кілометр труб. Об этом пишет крапивницкий спецінспектор Андрей Максюта. А по словам директора теплоэнергетики Александра Чельника, щоб полностью замінити трубопровод на улиці Черновола, потрібно 2 мільйона гривень. Таких денег, по словам директора у предприєті, нет. Так що копати будуть постоянно. Поки власти города не сочтут нужным, в конце концов, затеять капітальний ремонт всех коммуникаций. Але потому, що вони в Кропивницькому ахові. Від не тільки ж на Черновола постоянно копають. Удивительну і одновременно неудивительну фотографию я в своїй ленті фейсбука от пользователя Николая Середенко. Надпись на двері туалета приємного отделення центральна районна больниця гласит «Туалет на базарі». Це прекрасний символ того, що реформа медицинська нужна. Тому що такі таблички – це пережиток прошлого. Тому що в больницях должны бути нормальні туалети. І вони должны работать, а не як було в Союзі. Так і сталося зараз. Туалет на базарі – це все, що потрібно знати об уровні медицины в цій районній больниці. Туалет на базарі, хірургія, ВТБ, приємна на пляжі. Друзі, потрібен ваш креатив. Як назвати площадь дружби народів в Кропивницькому? Пишіть письма. Горсовет сам не може решити, тому я решил провести опрос горожан, щоб понять, як же назвати. Проголосувати можна за такі названня. Площадь ім. Романа Бойко – це активист. Площадь Независимости. Площадь князя Ольгерда – це той, який розбив татар на території нынешній Кировоградщини при Синих Водах. Площадь Герасима Нестеренко-Орла – це военні деятели времен УНР. Також площадь Единства, ну, или свой вариант можете предложить. Ящик с пожеланнями і голосуванням расположен с 9 утра до 12 перед Горсоветом. Или ви можете це зробити онлайн. Мене, конечно, удивляє таке голосування. Уже голосували жителі Кировограда почти точно так же за названня Города. І до одного міста було то, що граждані вибрали Елисаветград в такому голосуванні. Тепер полностью скомпрометуванне голосування решили повторити. Але в будь-якому случае, якщо вибачаєте мысль по поводу нового названня Площади Дружби Народів, пожалуйста, у вас є шанс висказати його, написати, проголосувати і т.д. Все це голосування длиться на протяженні місяців. Кстати, представляєте, якщо избирателі одного із будущих кандидатів в мэри напишуть всім скопом, що, мол, хочемо назвати Площадь именно його іменем. Що роблять в такому случає? Сауто епично. І на цьому все. Лайкайте, комментируйте. І помніте, все змінюється на краще, кроме исполнення обіщань цапіком. Пока.